Самое главное напутствие, и я уверена, что про него говорили много экспертов, это всегда вопрос «Зачем?». Он очень важен на каждом этапе, понимать вообще, зачем вы проводите конкурс, что вы хотите изменить с этим конкурсом. Но очень важно, мне кажется, помнить вот этот вопрос «Зачем?», пронести его сквозь все циклы и сквозь все взаимодействия. Потому что как только вы начинаете работать просто механически, то вас можно заменить роботом, что сейчас очень модно. И я бы не хотел, чтобы грандмейкерами стали роботы. Так что давайте мы оттянем это время на несколько десятков лет хотя бы. И надо к этому просто так относиться, что да, будут проекты, которые выстреливают, да, будут проекты обычные. И это не хорошо, не плохо, это просто факт. Надо самое главное высматривать в этих проектах, вычитывать именно саму концепцию, что изменится в результате этого проекта. Есть ли какие-то изменения. Если в этом проекте ничего не происходит, все остается на месте, то эти проекты поддерживать не надо. Это будет такой проход мяса на фарш, да, вот, и все. Любой поддержанный проект, это партнерский проект, даже если мы про открытый конкурс говорим, да, партнерский проект, куда благополучатель вкладывает свои знания, человеческие ресурсы, опыт, там, и многое другое. А донор вкладывает свои финансовые ресурсы, то у нас проект становится немножко другим. Это не выполнение заказа донора, это объединение ресурсов на общую цель, потому что мы цель эту тоже разделяем. Самое приятное в проведении грантового конкурса – это видеть изменения в людях. Когда ты можешь разделить с людьми их гордость за результаты их работы. С этим реально не может сравниться ничего, и это никогда не надоедает, это никогда не перестает быть важным, это никогда не перестает быть волнительным. И это не зависит совершенно ни от масштаба организации, ни от территории, на которой это сделано, ни от масштаба проекта, который может казаться сначала очень локальным. Потому что в этот момент ты чувствуешь, какое количество души, знания, вовлеченности в это все вложено. И самое важное – не останавливаться, потому что любой грантовый конкурс – это все же живой механизм. И его надо развивать, и не надо впадать, что «Ой, у нас все хорошо, поэтому так и будем дальше жить». Развиваться самим и развивать то, чем вы занимаетесь. И тогда на карте России появится больше территорий, в которых цивилизованная идет помощь некоммерческому сектору, социальной сфере, и укрепляется деятельность организаций, которые способны понимать, что такое социальное проектирование, и быть устойчивы с точки зрения привлечения финансовых ресурсов из разных источников. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!